Инструктором по модулям кадровое отделопроизводство, а также расчет заработной платы в компании HR Option. Здесь у нас есть несколько курсов, если честно. У нас есть курс HR MBA и курс кадрового администрирования. И именно этими модулями, то есть я являюсь инструктором именно этих двух модулей, кадровое отделопроизводство и расчет заработной платы. Я на данный момент, помимо того, что я являюсь инструктором в компании HR Option, у меня есть дополнительное, точнее, основное место работы. Я являюсь HR-менеджером в компании Салитон ЛТД. Я не знаю, кто-нибудь слышал, не слышал. Достаточно большой опыт работы, приблизительно 6-7 лет опыта работы именно в этой сфере. То есть я занималась помимо кадрового отделопроизводства, дополнительно еще набором персонала, обучение и развитие персонала и, в принципе, управление самым персоналом. То есть HR-сфер, когда компания будет маленькая, естественно, начинаешь со всех дел, а потом уже идет, как говорится, разделение труда в самом отделе. И таким образом сейчас я являюсь HR-менеджером, точнее, начальником HR-отдела. И, естественно, чем больше знаний, чем больше работы, тем больше и отдел, и тем больше ответственности. Но, естественно, находим и время для того, чтобы проводить курсы. И на данный момент у нас, я просто хотела чуть-чуть информацию вам дать про сам курс. То есть сам курс у нас называется курс кадрового администрирования, как я уже сказала. Он изучает именно, то есть в самом курсе мы изучаем именно само кадровое отделопроизводство, а также расчет заработной платы. А есть еще курс HR-MBA. Там охватываются все сферы HR. То есть там может быть набор прием на работу, то есть рекрутинг, как мы его называем. Также что у нас там есть? У нас там есть заработные платы, то есть грейдинг, система грейдинга. Помимо этого кадровое отделопроизводство, окей, само на своем месте там, а как отдельный модуль идет. Помимо этого у нас там есть автоматизация, что является очень важным моментом, потому что автоматизация, в принципе, она облегчает вам дальнейший путь, так как это помогает нам меньше, тратить меньше времени на одну и ту же работу. То есть если мы все автоматизируем, да, у кого-то в компаниях есть там какие-то программы, специальные HR-программы, да, они помогают. А у тех в компаниях, где нет таких программ, естественно, нам на помощь приходит этот курс автоматизации. Поэтому я советую воспользоваться. А что насчет курса на русском языке? Многие говорят, что этот курс на русском языке не нужен, что законодательство на азербайджанском языке. Просто этот курс, он предназначен для кого? Для тех, кто испытывает трудности именно с восприятием информации на русском языке. Те, кто именно испытывает трудности с восприятием информации на русском языке, и кому трудно дается, как бы вам сказать, законодательство само на азербайджанском языке, оно написано немного на трудном языке. Естественно, это закон, это государственные документы могут быть. Поэтому тем, кому легче учиться на русском языке, естественно, этот курс именно назначен для них. То есть нам никто не может запретить обучаться на том языке, который мы знаем, на нем мы мыслим. Главное, не какой язык, а главный результат. И плюс в этом курсе того, что мы изучаем все, то есть объяснение все проходит на русском языке, но сами термины, сам процесс, документация, экземпляры каких-то документов, они все предоставляются на азербайджанском языке. То есть это в будущем позволит легче адаптироваться в сам процесс работы. То есть здесь нет такого, что мы все на русском прошли, и в будущем мы просто не сможем этим воспользоваться. Мы проходим практически на двух языках, и помимо этого, естественно, воспринимаем легче информацию. Вот так вот, это немного о курсе. То есть тем, кто хочет именно начать свою деятельность в HR-сфере, я очень советую, потому что я, в принципе, был период, когда я сама искала курсы для этого, и это для себя я выбила курс HR MBA, потому что там я просто развила то, что я давно-давно забытое, вспомнила давно забытое, и, естественно, изучила достаточно нового. И я надеюсь, что сегодня на этом мастер-классе многие из вас, кто-то для себя, кто-то просто, чтобы знать, да, то есть трудовое законодательство как работник, кто-то именно работает в этой сфере, кто-то хочет именно в этой сфере развить себя, то есть у него нет никакой практики, хочет именно специализироваться в этой сфере. Есть работники, которые и так работают в HR-сфере, но хотят обновить информацию, то есть refresh, update или как это еще называется, то есть обновить информацию и быть, я не знаю, это слово очень подойдет, не подойдет, быть на волне, да, то есть со всеми остальными, то есть не отставать от новшеств. То есть наш курс предоставлен именно для этого, и я надеюсь, не надеюсь, скажем так, я... Естественно, участников всегда бывает мало в этой сфере, но сейчас уже есть ребята, которые зарегистрировались на этот курс именно на русском языке, и если, естественно, вам сегодня что-то понравится, если вы сегодня, вы, скажем так, поймете то, что на русском языке, учиться на русском языке это не так страшно, особенно в сфере законодательства, то есть мы вас рады будем вас видеть на самом курсе. На следующую неделю дайвок мы начинаем. Если получится, дайвок кто-нибудь, с кем-нибудь из вас, мы еще там увидимся. Сейчас я просто хочу перейти на сам мастер-класс, это было немного о самом курсе и немного обо мне. Единственное, что я вас попрошу одно, если у вас есть какие-то вопросы, если есть какие-то, не знаю, в практике или в жизни вы с чем-то таким встречались, у нас здесь есть пунктик «поднять руку». Вы можете просто поднять руку и спросить, то есть без проблем включить микрофон и спросить. Вопрос задать свой. Итак, тема у нас сегодня – гарантии работников, относящихся к особой категории. Это слово «особая категория». Мы, если честно, не стали полностью его раскрывать. Почему? Потому что особой категории людей, относящихся к особой категории, достаточно много. То есть там дополнительно, не скажу, что список, но есть определенное количество категории людей, которые именно входят в эту категорию. То есть кто это, кто это особые категории людей, работников. Давайте просто начнем с того, что в самом трудовом законодательстве конкретно говорится о том, что в трудовых отношениях не допускается дискриминация лиц, работников или людей, в принципе, не допускается. То есть запрещается дискриминация по полу, по возрасту, по расе, по вероисповеданию, по политическим убеждениям, по вере, то есть, я сказала, по национальности. Но в этом же трудовом кодексе, то есть в самом законодательстве, есть определенная категория лиц, которым применение льгот, применение каких-то особых преимуществ, дополнительных гарантий – это все не считается дискриминацией. То есть к этим людям мы можем применять, то есть у них есть определенные преимущества. То есть есть обычный работник, у которого нет никаких льгот, а есть работники, которым в определенных сферах самой трудовой деятельности, трудовых отношений есть определенные льготы. Или, как мы на азербайджанском говорим, МТА-здарвар. То есть что это? Давайте начнем с того, что трудовой кодекс, трудовое законодательство, в принципе, не состоит только. Один момент я просто хочу уточнить, что трудовое законодательство – это не только трудовой кодекс. Там есть нормативно-правовые акты, там есть международные договора, которые расифицированы Азербайджаном, естественно, Конституция Азербайджанской Республики. Это все включает нас, составляет наш трудовой кодекс, трудовые законодательства. И в этом самом трудовом законодательстве есть категории людей, и сейчас мы просто будем их перечислять. Вот смотрите, беременные женщины, женщины, имеющие детей, лица моложе 18 лет, инвалиды, в некоторых случаях есть ветеран. То есть определенное количество людей, их очень много, и мы на протяжении изучения всего этого законодательства в определенных периодах, моментах видим эти исключения. То есть, например, дается какой-то текст, и снизу пишется такое исключение, что к этим лицам не относятся. На данном сегодняшнем мастер-классе нам посвящен именно беременным женщинам, женщинам, имеющим их детей, а также работникам, которые младше 18 лет, которым меньше 18 лет, то есть моложе 18 лет. Мы охватим сегодня эту категорию. У нас даже в трудовом кодексе есть отдельная глава, глава, которая посвящена, одна глава посвящена трудовому праву женщин, одна глава посвящена трудовому праву работников младше 18 лет. Но этим, поверьте, этим все не ограничивается. То есть у нас весь трудовой кодекс, в принципе, законодательство, есть моменты, где мы видим различного рода исключения. Мы просто начнем с общих моментов, а дальше уже будем разбирать некоторые моменты, то есть где мы видим это исключение. И начнем с того, что вот мы сказали право женщин, правильно? И это было кто? Это были беременные женщины или женщины, имеющие ребенка? То есть кто у нас? Обычно это бывают женщины, имеющие ребенка, мы говорим, женщины, у которых ребенок не достиг трехлетнего возраста. В основном это касается их. То есть в самом правом кодексе указывается, что именно прием на работу, то есть прием на работу, то есть оформление правого добра, так скажем, женщин, беременных женщин или женщин, имеющих детей, то есть отказывать этим работникам, этим лицам в приеме на работу именно по этой причине категорически запрещено. То есть мы не можем принять на работу, мы не можем отказать беременной женщине в приеме на работу только потому, что она является беременной. или то, что у нее там три года или там полтора-летний ребенок, двухлетний ребенок. То есть по этой причине мы отказать кому-то прием на работу не можем. Да, есть определенные случаи, когда есть исключения. Есть, у нас есть постановление кабинета министров номер 170. В этом, там указаны конкретно рабочие места, где труд, женский труд, то есть женский труд категорически запрещен. Если будет время, я советую вам просто прочитать, но это, в основном, знаете, какие-то тяжелые, вредные условия труда, где там металлургия, я не знаю, что там еще, какой-то производство каких-то химических элементов. Они так и называются, эти места, места с вредными условиями труда. Рабочие места с вредными условиями труда. То есть на таких местах, на рабочих местах, женщинам работать категорически нельзя. То есть это постановление кабинета, такой огромный такой лист, можно прочитать его. То же самое касается лиц 18 лет. Лица 18 лет тоже не могут работать в местах с тяжелыми, вредными, опасными условиями труда. Тоже есть постановление кабинета министров, но для 18-летних, точнее, для лиц мальча 18 лет, это номер 58. То есть для интереса можете просто прочитать для себя. Это, правда, на азербайджанском все бывает. Если у кого-то есть интерес, если у кого-то есть, то есть у кого нет трудности именно с восприятием информации, можете запросто это прочитать для себя. То есть мы сказали, что женский труд не применяется на этих местах, то есть именно вредные, тяжелые условия труда. А также есть такие места, например, подземные туннели, шахты. Там же тоже, по идее, тяжелые, вредные условия труда. В этих местах также категорически запрещено условия использования женского труда. Но если, например, представьте себе такую ситуацию, что у нас где-то подземные какие-то работы, компания, которая где-то подземные туннели там создает, в этих подземных туннелях на постоянной основе, то есть чтобы постоянно работать именно в этих условиях, женщинам запрещается. Но если женщина, например, она является уборщицей, она, например, просто спускается, поднимается, спускается, поднимается. Или, например, в аудите работы там спустится, поднимается. не занимаясь физическим трудом, она может там спускаться, подниматься. Но постоянно работать на таких местах категорически нельзя. Это же самое касается 18-летних. То есть 17-летние места в подземных туннеллях, шахтах, они категорически работать не могут. А также есть еще одни места, где вот это лица, которые младше 18 лет, они не могут работать в местах, которые отрицательно влияют на их моральное формирование. То есть 18-летние – это лица, которые только-только формируются. То есть им еще много чего надо узнать, и раз они открывают глаза, где-то в ночных клубах, в барах. То есть в таких местах этим лицам тоже нельзя работать. Или, например, в местах, где производят или там разнашивают алкогольные или спешные напитки, или энергетические напитки, табачные изделия. В таких местах тоже нельзя работать именно лицам младшего 18 лет. По идее это все схоже. То есть вредно-опасном условии труда там ни женщины, ни лицам 18 лет, младше 18 лет работать нельзя. Но есть еще исключения. Такие, например, женщинам в ночных клубах можно работать, но младше 18 лет – нет. То есть это по мере изучения законодательства. Это все, как говорится, изучается и, как говорится, запоминается надолго. Это было, например, касающееся рабочим. А есть еще, например, места. Вот мы их тоже называем тяжелыми. Они не тяжелые, не являются тяжелыми, опасными. Но там есть тяжелая работа. Это связано, например, с переноской, с подъемом грузов. Там тоже есть ограничения. То есть у нас в трудовом плане конкретно есть ограничения, что вот, например, женщина или подросток там 17 лет или до 18, то есть они не могут определенное количество груза поднимать. Точнее, установленный лимит, это варьируется от 5 до 15 килограмм. То есть там зависит от его возраста, того он мальчик или мужчина, или женщина. Это мужчина или женщина. То есть в зависимости от этого меняется лимит, да, то есть килограмм 5, 10, 10 и 15. Если есть кто-то, работающий именно в этой сфере, то есть там, где у них работники работают с подъемом грузов, то советую просто прочитать эти статьи. Это, насколько я помню, 37-я глава и 38-я глава. Просто прочитайте. Там запоминать, естественно, все это невозможно, но знайте, что есть такие ограничения, особенно при приеме на работу. А женщинам, беременными женщинам, вообще там участвовать в каких-то работах, связанных с поднятием грузов, категорически нельзя. Вот так вот, друзья. Это было, например, то, что касающееся подъема, да, то есть рабочих мест женщин и лиц 18, младших 18 лет. Помимо этого у нас есть еще, например, вы знаете, да, ночные работы, у нас есть сверхурочные работы, у нас есть командировки. Вот вы, не знаю, может, наверное, многие думают, что в командировки можно любого отправить, но на самом деле это не так. У нас есть, опять-таки, та же самая категория людей, работники младше 18 лет, а также женщины. При, скажем так, отправке их в командировку, при работе в ночное время, сверхурочные работы, работе в выходные, работе в праздничные, считающиеся нерабочими в праздничные дни, в эти дни работникам младше 18 лет, а также женщинам, беременным женщинам и женщинам, которые имеют детей до 3 лет, им категорически запрещено это. То есть этих работников вы категорически не можете отправить в командировку. Даже если там придет кто-то, скажет, что вот, мне нужны дополнительные деньги, я хочу в праздничные дни поработать, поработать, двойную оплату труда получить, то есть возьмите меня, то есть разрешите мне выйти на работу в праздничные, категорически как работодатели, вы не должны это разрешать. Не знаю, может, кто-то в практике у вас это выходит, кто-то как работник выходил в эти дни, да, то есть на работу или в ночное время, но запомните, что это категорически нельзя. И здесь, знаете, как здесь от того, что здесь всё трудовозр chopsticks друг с другом связано, здесь надо, например, сказать про ночное время, правильно? Мы же должны знать ночное время, что такое ночное время. Надо ещё изучить, что такое ночное время. Ночное время, мне это считается с 10 часов вечера по 6 часов утра. А, например, у работников, которым младше 18, там вообще другое время. Там ночное время начинается с 8 часов вечера до 7 часов утра. То есть мы работника, которому 17 лет, в 9 часов вечера не должны позволять ему работать после 8 часов вечера. То есть здесь такие нюансы есть. То есть здесь все взаимосвязано, здесь не только просто нельзя, здесь еще надо знать, когда у нас ночное время, сверхурочная работа, что такое сверхурочная, какой максимальный лимит сверхурочных работ, сколько мы получаем, сколько мы платим за работу в выходные дни. Это все нюансы, очень важные моменты. И поэтому, когда мы... Мы не можем просто одну главу прочитать и сказать, что вот, окей, я знаю все, что касается лиц, моложе 18 лет. Все трудовое законодательство так просто взаимосвязано. Окей, а еще вот мы сказали то, что нельзя, да, правильно, беременным женщинам, женщинам, у которых дети до 3 лет, их категорически нельзя. А еще одна категория людей, например, женщин, у которых ребенку от 3 до 14 лет. Те же инвалиды. Инвалиды тоже относятся, да, то есть к особой категории. То есть им, например, чтобы их в этот... на сверхурочную работу, в выходные, в праздничные дни, то есть чтобы вышел на работу, нужно... Можно только с их согласия. То есть особенно женщин в возрасте от 3 до 14 лет. А инвалидов, например, да, окей, инвалидов в сверхурочное время мы можем без проблем, то есть их труд использовать, но в ночное время, чтобы инвалидов на работу, да, привлечь, к работе привлечь, нам нужно его обязательно, его письменное разрешение. У нас даже есть закон об инвалидности, насколько я помню, как он, точно не помню, как он называется, но там даже все, что связано с инвалидностью, там все указано. И этот момент тоже там охватывает, что ночное время только их письменное согласие. И дополнительно еще нужно разрешение там медицинской комиссии, что он может работать в ночное время или нет. То есть вот такие нюансы, когда вот мы документацию ведем, когда, в принципе, принимаем на работу. Еще вот момент, то, что и вот инвалиды, лица до 18 лет, у нас мы во время курса также и проходим применение квот. Не знаю, вы слышали или нет, это лица, которые с трудоустройством испытывают трудности. И вот по отношению к этим лицам, то есть при приеме на работу лиц до 18 лет, точнее, до 20 там где-то, в квотах, это плюс для компании. Ну а то, что столько привилегий у этих работников, в принципе, никто особо их не любит, да, принимать на работу, но это не совсем правильно, поэтому старайтесь, если есть возможность, если нет никаких ограничений с местами работы, то вы сможете без проблем принимать на работу. Тем более просто при приеме на работу лиц младше 18 лет обязательно нужно медицинское обследование, то есть чтобы он прошел, что он годен к работе или нет. И потом до исполнения 18 лет этот работник каждый год за счет компании, за счет, то есть работодателя, должен обязательно проходить медицинское обследование. Вот так вот, ребят, на данный момент до сих пор то, что мы прошли, есть какие-то вопросы, может, у кого-то остались какие-то, кто же в практике встречался с таким, что-нибудь было? То есть без проблем можете включать микрофон и спрашивать, задавать вопросы или просто какие-то там комментарии делать. Без проблем. До сих пор все ясно. Отлично. Сейчас, например, я хочу отметить один момент насчет того, что... Хотела указать, отметить расторжение трудового договора. То есть есть работники, к этим работникам расторгнуть их трудовой договор, есть определенные статьи, по этим статьям мы не можем. Например, мы сказали, что женщина беременная женщина, женщина до трех лет, имеющая ребенка до трех лет. С этими лицами, то есть с этими работниками, мы расторгнуть трудовой договор по статье 70 категорически не можем. Окей. Что такое, что за статья 70? Теперь мы просто перейдем к этому моменту. Статья 70 – это расторжение трудового договора, то есть увольнение по инициативе работодателя. Это когда работник не хочет, да, чтобы... Точнее, работодатель не хочет, чтобы работник здесь работал. Поэтому здесь статья 70, например, охватывает сокращение, это охватывает, что у нас там, ликвидацию предприятия, когда работник не проходит испытательный срок, не проходит аттестацию. Когда возрастной ценз... То есть статья 70-я, она достаточно там, если есть возможность, то же прочитаете. Но самое болезненное место – это сокращение их теса, то, что мы проходим. Это очень частый момент. Или же есть мещая, самая нелюбимая статья – это когда работника увольняет, работодатель увольняет работника за то, что он, например, не вышел на работу, то есть там основывается на статье 72-ю, там, например, не вышел на работу, я не знаю, что он еще может там сделать, какое-то имущество вред принес, или же просто он со своими трудовыми функциями не справляется. То есть, например, беременных женщин, женщин, имеющим ребенка до 3-х лет, мы просто по статье 70-й уволиться категорически не можем. Окей, мы можем подождать, пока у нее есть этот срочный трудовой договор. Мы можем уволить именно по истечению срока трудового договора. Или, например, предприятие ликвидируется. Все, конец. То есть здесь уже нет никаких там снисхождений, нет никаких уступок никому. Здесь уже не смотришь, кто там есть, кого нет. То есть если предприятие ликвидируется, увольняются все автоматически. Но, правда, сам процесс там очень долгий, не за один день это все делается. Поэтому в течение нескольких месяцев. И в конце кто остается, всех увольняют по этой статье. Поэтому это исключение. То есть исключение в этом правиле именно то, что мы можем женщин, беременных женщин и женщин, имеющих ребенка до 3-х лет, уволить по статье 70-й, это ликвидация предприятия, а также по 73-й статье или же по статье 68, часть 2, пункт Б, по истечению срока трудового договора. Вот так вот. Категорически не можем уволить. Но этот нюанс, он не относится к лицам, к младшим 18 лет. То есть если у нас есть сокращение, мы запросто можем уволить работника, которому 17 лет, и оставить того работника, которому 25 лет. Здесь никаких ограничений нет. Но есть одно ограничение, что одна статья, по которой мы не можем уволить работника, это когда работник, там статья 70-й, по-моему, когда проходит аттестация работников, и работник не проходит эту аттестацию. То есть на этом основании мы работника, которому меньше 18 лет, мы уволить по этой статье не можем. Возникает вопрос, почему, чем он отличается. Просто в этом моменте мы просто должны знать всю информацию об аттестации. Аттестация как проводится, к кому применяется, какие виды аттестации есть. На данный момент мы говорим об аттестации работников. Правда, это не принудительный процесс, но если работодатель решил провести аттестацию в компании, и если он решил, что все работники будут, то есть ко всем работникам это будет применяться, опять-таки здесь есть исключение. Здесь есть исключение, что эти же беременные женщины, эти же в основном работники, не достигшие 18 лет, работники, у которых в этой компании меньше года работают, вынужденные переселенцы, например, женщины, которые находятся в социальном отпуске, и которые, например, вышли на работу, и в течение, вот он вышел на работу в течение года, в течение года к ним, к этим работникам, то есть они не подлежат аттестации, эти работники не подлежат аттестации. То есть, естественно, если они не подлежат аттестации, по статье непрохождение, то есть в связи с тем, что у него недостаточный профессиональный уровень, то есть непрохождение аттестации, мы их уволить не можем. Вот такой нюансик есть при увольнении лиц, которые младше 18 лет. Вот так вот. Кто-нибудь встречался в компании с аттестацией? У кого-нибудь было такое на практике? Было кого-нибудь? Будьте поактивнее, если есть вопросы, ответы, без проблем. При приеме на работе тоже. Еще, например, статья есть, истечение срочного договора. Лиц, не достигших 18 лет, мы их тоже уволить не можем, потому что, в принципе... Нет, я очень извиняюсь. Непрохождение испытательного срока. Лиц, не достигших 18 лет, мы их уволить не можем, потому что с ними, заключая договор с лицами, не достигшими 18 лет, мы испытательный срок, например, не применяем. То есть мы для них не устанавливаем испытательный срок, их просто там сразу принимаем на работу. Естественно, по статье непрохождение испытательного срока мы его уволить, этого работника тоже не можем. Вот такие маленькие нюансики есть. Как вы думаете, какие еще есть льготы или преимущества этих работников? Кто-нибудь еще встречался с такими моментами? Вот у нас здесь один вопрос есть. Женщина в хиджабе имеет ли право отказ в работе покрытым женщинам? То есть именно по этой причине, нет, не могут, то есть отказать не могут, потому что это, знаете, это вероисповедание. Но с другой стороны у нас есть от того, что сама республика является светским государством, то есть это у нас даже когда Чехсият Вячеслав Сегаси снимают, здесь уже даже требуют, как говорится, снять этот хиджаб. Но в принципе нет никаких ограничений, что им не могут отказать по этой причине. Это будет уже считаться дискриминацией, поэтому просто есть, как вам сказать, это уже, знаете, какая-то внутренняя, не политика, а внутренние решения, то есть самой компании. Но основываясь на этом, особенно если вам еще дают письменное уведомление о том, что вот мы вас приняли, не принимаем на работу за то, что вы в хиджабе, это является, естественно, нарушением правил, это является дискриминацией. В принципе, умный HR-менеджер никогда вам не даст информацию о том, что мы вас приняли, не приняли на работу из-за этой причины, но устно в основном все говорят, по идее это незаконно. Вот Нарахан у нас три раза проходила аттестацию, да, у нас есть, если работник проходит три раза и плюс не просто три раза, он должен три раза положительно пройти, то есть он должен пройти именно эту аттестацию. Если он, например, два раза будет привлечен к аттестации, там, три раза, два раза пройдет, третий не пройдет, то есть мы имеем право его еще и заново, да, вот так, за привлечь к аттестации. Но вы молодец, Нархан. Короткий режим дня. Да, вот этот нюанс есть. А могут ли уволить женщин? Туркянхан задает вопрос, у кого дети старше трех лет. Да, у нас есть ограничения только до трех лет, или же вы должны будете заново, как говорится, в социальный отпуск выйти или получить статус беременной женщины, чтобы заново, как бы с этими льготами, преимущественно воспользоваться, а старше трех лет, да, в принципе, могут. Здесь нет никаких ограничений. Короткий режим. Вот здесь Туркянханом. Туркянханом у нас здесь указала, я очень люблю, Ильнураханом. Ильнураханом указала, точнее, напомнила нам про сокращенное рабочее время. Да, это очень часто, это то, что мы часто используем в практике. Опять-таки, есть лица, которыми мы применяемся. Давайте так, у нас есть несколько видов рабочего времени. Рабочее время у нас есть полное, у нас есть сокращенное рабочее время, и у нас есть еще неполное рабочее время. Вот два понятия – сокращенное рабочее время и неполное рабочее время. В основном многие путают это, но это совсем два разных понятия. Сокращенное время, оно предоставляется работникам в связи с какой-то причиной, То есть там должен быть возраст, условия труда, здоровье, что-то там должно быть. Есть какие-то особые ситуации должны быть, чтобы мы работнику применили сокращенное рабочее время. Это кто может? Посмотрите, мы сказали возраст. Это работники до 18 лет. Это именно тот момент, когда у этих работников тоже есть преимущества. Но здесь тоже делится. Здесь есть работники от 15 до 16. То есть так как мы начинаем, гражданин Азербайджан может, в принципе, начать работать с 15 лет. То есть минимальный возрастной ценз – это 15 лет. То есть с 15 до 16 у нас максимальный лимит времени за всю неделю – 24 часа всего. То есть он за всю неделю может работать 24 часа. И в этом случае максимальный дневной лимит – это у нас получается 4 часа. А для работников, которым от 16 до 18 лет, или, например, еще есть инвалиды первой и второй степени, здесь не просто инвалиды, здесь, знаете, дележка идет, да? То есть здесь инвалиды первой и второй степени, это более тяжелые. К ним это применяется тоже сокращенное рабочее время. Беременные женщины, женщины имеющих, но здесь уже не до трех лет, здесь до полутора лет, до полтора лет ребенку. Этим лицам мы конкретно применяем сокращенное рабочее. Правда, есть должности, которыми применяем рабочее, сокращенное рабочее. Например, врачи или, например, кто у нас там может быть? Кто у нас там есть? Я точно сейчас не могу вспомнить, но в основном это касается врачей. А, и точно. Еще лица, которые работают на вредных условиях труда, то есть опасных вредных условиях труда. Этим работникам обязательно применяется сокращенное рабочее время. И нюансы этого заключаются в том, что, например, мы сократили вам рабочее время, норма на 40 часов, правильно, в неделю. Если мы работнику применяем сокращенное рабочее время, установили мы рабочее время 36 часов в неделю, то есть уменьшается на 4 часа, по идее, правильно? Но заработную плату этот работник получает такую же, что и получал прежде. То есть за то, что мы сократили рабочее время, мы ему не можем сократить заработную плату. Заработная плата при сокращенном рабочем времени остается той же, что и при полном рабочем времени. А в неполное рабочее время, когда применяется неполное рабочее время, там уже что? Там у нас уже заработная плата может или полностью оставить ее, или же может в зависимости от отработанных, фактически отработанных часов. То есть мы заранее договоримся, что, окей, не 80, за 80 вы получаете 1000 монат, за 400 вы получаете 500 монат. Это две разные категории, поэтому сокращенное рабочее время и неполное рабочее время, это категорически путать их нельзя. Вот так вот. Оплата труда, окей, мы сказали, что работу их не трогаем, заработную плату их не трогаем, у работников, которым применяется сокращенное рабочее время, а неполное, да. Здесь у нас что было? Сейчас я только вопрос прочитаю немного. Можно ли подробнее о социальном отпуске? Социальный отпуск, в принципе, социальный отпуск – это один из видов отпусков. Это, да, это то, что касается наших в основном женщин. Это отпуск по беременности и роду, а также, как мы его называем, частично оплачиваемый социальный отпуск. То есть у нас есть вот этот социальный отпуск по беременности и родам, он оформляется на основе, всем, наверное, я не знаю, кто слышал, нет, на основе больничного листа. То есть на основе этого документа мы работнику можем, работник может выйти в социальный отпуск по беременности и родам. То есть социальный отпуск сам по себе делится. А есть еще социальный отпуск, когда по уходу за ребенком до исполнения трех лет. То есть ребенку исполнилось три года, да, правильно, и его социальный отпуск заканчивается. И наступает он после того, как заканчивается, то есть заканчивается время больничного листа. Закончилось время, окей, работник может выйти в социальный, частично оплачиваемый социальный отпуск, может просто выйти на работу. Но в период социального отпуска по беременности и родам категорически запрещен труд этого работника. То есть нельзя, да, то есть если он на больничном находится, сам больничный лист – это документация того, что этот работник недееспособен, то есть он работать не может. И поэтому применять труд этого работника категорически нельзя. Вот, а социальный отпуск работник, например, может выйти обратно, там выйти на работу, выйти в отпуск через месяц, потом обратно, то есть как хочет он в течение, пока не спонсорю ребенку 3 года, он может пользоваться этим отпуском. Да, Туркинахан, у нас у вас вопрос. Вы можете включить микрофон, задать без проблем. Добрый вечер, спасибо, вы все подробно объясняете. Спасибо. Вас очень приятно слушать. Я хотела спросить, то есть еще есть отпуск больше трех лет, когда по уходу за ребенком, то есть какие-то есть исключения по медицинским показаниям. Можно ли подробно, то есть на сколько, на какой период это, и за сколько надо предупредить об этом работодателя? Здесь знаете как? Нет, здесь у нас есть социальный отпуск, социальный отпуск до трех лет. Но то, что вот вы говорите, еще на год, то есть можно продлить, это что? Это когда есть медицинское заключение о том, что ребенку нужен дополнительный уход, тогда этот период, но это уже будет просто неоплачиваемый отпуск. Статья 130, насколько я помню, можете просто там прочитать, там именно написано, что до исполнения ребенку четырех лет. Вот четыре года исполнилось, здесь уже все, да, никаких больше ограничений нет. То есть на год, еще дополнительно на год, но это уже будет не социальный отпуск, а это будет уже неоплачиваемый отпуск. То есть работник приносит информацию, то есть заключение в медицинское заключение о том, что ребенку еще нужен уход, и работодатель обязан будет просто выпустить работника в неоплачиваемый отпуск, еще дополнительно на год. Бывают случаи, например, если вам дополнительно еще время нужно, вы можете с работодателем договориться еще дополнительно на полгода, там, не знаю, есть возможность, да, дополнительно на полгода еще в неоплачиваемый отпуск выйти. То есть, опять-таки, все зависит от того, насколько у вас, скажем так, лояльное руководство, но если вы предоставите, опять-таки, эту бумагу, медицинское заключение, вам ребенок еще должен дать этот срок до исполнения четырех лет. А потом уже, то есть социальный отпуск на, пока только исполнится ребенку три года, он заканчивается. Дальше уже неоплачиваемый отпуск. Да, Тушкеха. Я извиняюсь, уточню. А вот, например, вы как работодатель сегодня меня увольняли, то есть, ну, предупреждаете о том, что у вас план меня уволить. И если я на... Ну, я уже вернулась после трех лет на работу, да, то есть я выхожу на работу, уже ребенку три года, там, предположим, десять дней. Вы меня оповещаете о том, что хотите меня уволить. С завтрашнего дня, если я приношу эту справку, то есть она уже калируется или нет? Если вы приносите... Знаете, эту справку получить, поверьте мне, не так легко. Если вы ее принесете, да, у вас выпустят неоплачиваемый отпуск. Так как в неоплачиваемом отпуске расторгать трудовой договор категорически нельзя, потому что его не бывает, фактически этого работника не бывает на работе. Поэтому, если, опять-таки, если вы сможете на год, да, тем более, это очень серьезная документация будет, ее не каждый врач, это не просто там справка, там, выделить что-то. Это серьезный документ, если вы ее привезете, да, то есть работодатель у вас просто выпустит неоплачиваемый отпуск. По идее, работодатель ничего не теряет в этот момент, потому что он просто вас... Вам за этот период просто не будет платить деньги, он ничего не теряет здесь. Извиняюсь, а если, то есть, эту справку надо до трех лет принести, или же можно после трех ее принести? Если честно, обычно это все бывает в период, да, то есть уже, когда ребенок приблизительно три года исполняется, уже приблизительно знаешь, да, там, тебе дадут эту справку или нет. И обычно это бывает в периоде приходишь, точнее, под конец, когда уже исполняется три года, да, вот в этот момент приводишь и информацию даешь о том, что вот есть такая ситуация, и я продлеваю свой этот несоциальный отпуск, я просто выхожу в неоплачиваемый отпуск. То есть обычно это должно быть друг с другом. Не за что. И опять-таки говорю, неоплачиваемый отпуск, он, то есть работодатель ничего не теряет, да, то есть работник просто уходит куда-то. Мы даже можем за этот период его, кого-то принять на работу, кого-то другого принять на работу, то есть он выходит, например, на месяц, на год, на полгода, я не знаю, на сколько-то, неоплачиваемый отпуск, если вы ходите, но обычно, в принципе, давайте так, неоплачиваемый отпуск у нас максимально не будет шесть месяцев. Но вы можете, например, на шесть месяцев взять, потом один день выйти на работу, потом еще раз на шесть месяцев выйти. То есть это уже зависит от того, как вы будете договариваться со своим работодателем. Но есть такая возможность, и работодатель ничего не теряет. Он не платит, там, налоги за вас, он не платит вам заработный плат. Вы просто у вас числитесь как работник, и на ваш штат, пока вас не будет, мы могут просто принять какого-то другого работника. То есть здесь мы ничего не теряем. Если есть два подходящих кандидата на вакансию, у которых, ну, одного из которых три года, то у другого шесть месяцев, но для этого вакансия достаточно шесть месяцев. Какого кандидата вы выберете и почему? Здесь, знаете, здесь уже, Фазилихан, здесь немного вопрос, касающийся рекрутинга, то есть приема на работу. Здесь нужно смотреть, я бы, например, лично посмотрела на того, у кого больше перспектив, то есть у кого больше энергии, от кого я могу в будущем получить больше, чем просто. Я, например, если мне достаточно шесть месяцев опыта, я буду смотреть на того, то есть на личные качества этого работника. Если я установила шесть месяцев стаж опыта, то есть если мне он достаточен, дальше я уже буду смотреть, то есть что этот работник за свои шесть месяцев сделал, чем он интересуется, что он хочет, в принципе, что он планирует. То есть на собеседованиях, когда, то есть проходит само собеседование, оно же во всех сферах, то есть мы охватываем все вопросы, все сферы. И у кого больше энергии, у кого больше желания, потому что для меня, например, желание – это самое, я скажу, основное, потому что человек, который хочет что-то, он его добьется, если он достаточно этого хочет. Поэтому я бы посмотрела на того, у кого больше энергии, больше опыта, не опыта, а именно желания. Я бы выбыла этого кандидата. Шесть месяцев вышел в отпуск, потом можно выйти на день на работу, потом опять выйти на плач в работу, тогда за один день работы нужно? Да, обязательно. За один день работы обязательно нужно дать заработную плату. То есть нельзя, да, то есть категорически нельзя работник вышел на работу и не оплатить. То есть не оплачивать заработную плату нельзя. У нас есть такой момент, что даже при ликвидации компании, даже, я не знаю, самых, даже если у работодателя нет денег, я не знаю, у какой-то банк, что-то с ним случилось, в первую очередь именно гарантия оплаты труда, насколько я помню название статьи, гарантия оплаты труда, в этом случае в первую очередь надо выплачивать заработные платы работников. А дальше уже все остальные расходы, социальные выплаты, заработные платы, пособия, все, что есть, это является первоочередностью, то есть в первую очередь надо именно это выплачивать, а дальше уже остальные все выплаты. А если не хотят дать, они просто не имеют права, они даже не смогут это сделать, потому что если вы официально выходите в неоплачиваемый отпуск, вы вышли на один день, поработали, я, честно, еще не слышала такой компании, которая там не оплатит. И плюс заработная плата нас выдается как? Заработная плата нас выдается на карту, да, то есть, понимаете, если у нас в отчетах указано, что работник работал, мы не можем просто ему не выписать эту заработную плату. Заплатить, просто продлить отпуск. Но знаете как, у нас в законодательстве 129-й, да, статья, это самое частое, да, то, что мы используем, в этой 129-й статье указано, что максимальный срок 6 месяцев, но там нам не указали, то есть, это 6 месяцев в течение одного года, может быть, или я не знаю, как-то, а где-то должно быть, то есть, нет ограничений с этим. Поэтому, если есть возможность, мы именно таким методом, если честно, в практике так и пользуемся. Ну, меньше 6 месяцев, потом вышел на один день, вышел на работу, на следующий день заново ушел на работу. Если, например, по идее, можно тоже заново новый приказ о том, что, например, 30-го закончилось, с первого числа пошел в этот, нет никаких ограничений. Ну, это просто нелогично, да, будет. А с другой стороны, работодатель, работник, который постоянно в неоплачиваемом отпуске, тоже, по идее, не очень нужен бывает, он может просто не согласиться на это, что я на твое место могу принять какого-то другого работника, зачем ты мне нужен, по идее. Ну, по идее, но, скажем так, законодательство нам это не ограничивает. Мы можем так сделать. Мы можем, например, даже если он не выйдет на работу, сразу там друг за другом, два, новый приказ о неоплачиваемом отпуске, и все, и на основании этого отпуска мы целый год не увидим этого работника. То есть работникам не нужна заплата, просто нужен отпуск. Как бы так сказать, идет стаж. Как бы так сказать, если ему не нужна заработная плата, он получит эти деньги, потом вытащит эти деньги. За один день, в принципе, работник особо так много не получает. То есть здесь уже у нас идет расчет заработной платы. То есть мы должны понять сначала, как мы его считаем. Заработная плата у нас обычно как, то есть по временам, когда система оплата труда, мы заработную плату делим на количество рабочих дней, ну, прибыли плюс-минуты. Если у работника заработная плата, например, 300 манат, или будем считать, что 400 манат, мы их делим, например, на 20 рабочих дней, у нас получится, что за один день получится 20 манат. Но эти 20 манат работодателю особо как-то влиять не будет, да, понимаете? Поэтому 20 манат можно и закрыть на это глаза. Ну, или, например, окей, работник получил эти деньги, может просто потом вернуть этому работодателю. Здесь тоже нет никаких значений. Главное, что он получил эти деньги. А что он будет с этими деньгами делать, это уже дело работника. Единственный один момент есть. Вот мы говорим, что стаж идет правильно. Стаж у нас считывается, тот стаж, который вот год нет у этого работника, правильно, ему нужен стаж. Это в трудовых книжках, да, то есть он будет числится, потому что в трудовых книжках мы в основном пишем данные только о приеме, о переводе и об увольнении. То есть данные о социальном отпуске или неоплачиваемом отпуске мы не вписываем туда. Поэтому, например, если вы уволитесь с одного места, пойдете на другое место работы, новый работодатель не увидит, да, то есть сколько вы там были в неоплачиваемом отпуске, а сколько вы работали. То есть в этом плюс. Но есть еще социальность, то есть во время неоплачиваемого отпуска работник и работодатель, то есть они не оплачивают эти удержания, да, то есть налоги, зарплаты, то есть выплаты в ДСМФ, пенсионный фонд. Этот период, когда вы там не будете оплачивать, когда они не оплачиваются, они в этот стаж в будущем особо роли играть не будут. То есть у вас будет просто в трудовой книжке количество этих, как его, дней, лет или ничего там, месяцев, месяцев. А уже в самом социальном, именно в пенсионном, когда вам будет рассчитывать этот момент, это просто вам не засчитают, потому что там у вас нет выплат в ДСМФ, нет выплат в социальный фонд, и это у вас просто не будет считаться. Поэтому сейчас смысла нету вот так год сидеть и не работать, и потому что, да, плюс только в том, что в трудовых книжках указывают этот момент. Но трудовые книжки, я очень надеюсь, скоро ликвидируют, и нам уже не будет, то есть нам уже не нужна, да, вот эта информация, которая в трудовых книжках. Дальше я уже не знаю, что будет, уже дальше государство, как нам скажет, так и будем работать. Как рассчитывается больничный? Больничный, у нас этому уроку, то есть именно этому расчету больничного листа посвящен, посвящен как минимум полурока, да, может даже целый урок, можно сказать, это будет 2 часа. Для, просто я коротко так опишу, когда рассчитывается больничный, самое главное, что нам нужно, это стаж, точнее заработная плата работника за предыдущие 12 месяцев. Здесь мы уже будем смотреть, сколько он заработал, сколько он работал, какие месяца он отработал, на сколько дней он выходит. Вот, то есть смотрите, мы находим за один день, это наша заработная плата за эти 12 месяцев, все суммируются, и мы делим на количество рабочих дней за все эти 12 месяцев. Ну, это приблизительно, я даже не знаю, сколько там может быть, там 200 с чем-то дней, рабочих дней. Это мы по производственному календарю смотрим. После того, как мы узнали за один день, дальше мы уже будем умножать на количество рабочих дней, когда, в период, когда он потерял свою тоже способность, да, то есть, например, с 1 числа он открыл больничный на 2 недели, то есть в течение этих 2 недель, сколько у него там рабочих дней было, ну, приблизительно это будет 10 дней, да, то есть мы уже за 1 день, то самое то, что мы узнали за 1 день, умножаем на количество рабочих дней, и выходит, в принципе, общая сумма. Но при расчете больничного листа, там нужно еще учитывать, сколько у него стаж, относится ли он к какой-то особой категории, вот эти моменты надо учитывать, нюансы учитывать, но, в принципе, самое главное, что нам нужно, это заработок за последние 12 месяцев. И самый главный момент при расчете больничного листа, это должен быть социальный стаж как минимум 6 месяцев, то есть не обязательно, что в этой компании, а общий стаж. Если у меня, например, 5 месяцев всего стажа, если я заболею, я принесу больничный, например, на 10 дней, мне за эти больничные никаких пособий не выдадут, то есть мне никаких денег за этот больничный лист не выдадут, так как у меня нету 6-месячного стажа. А просто у меня это будет просто как уважительная причина неприхода на работу. Вот так вот для Илахана. Есть еще какие-либо вопросы? Мы затронули тему отпусков. Я бы еще хотела один момент уточнить, да, вот точнее отметить, что при приеме на работу, окей, каждого работника, то есть возникает право на отпуск. Да, право на использование отпуска, это бывает после 6 месяцев самой работы, то есть после 6 месяцев работы возникает право использования отпуска. Здесь уже мы смотрим, какое количество дней, отпускных дней мы предоставляем этому работнику. Лицам, например, опять-таки здесь идет категория, да, у нас, например, есть трудовой, а мы сейчас говорим о трудовом отпуске, потому что отпуск, в принципе, делится на неоплачиваемый, социальный, как он называется, учебный отпуск и трудовой отпуск. Самый частый – это трудовой отпуск. Трудовой отпуск сам состоит из основного и дополнительного. То есть основной отпуск мы поняли, там 21 или же 30 дней, зависимо от того, он специалист или нет. А есть еще дополнительные отпуска. И вот касающиеся нашей сегодняшней темы – это дополнительные отпуски с женщинами, у которых есть дети. То есть есть у работницы нашей, в данном случае работницы, есть два ребенка, как минимум два должно быть, до 14 лет. Если, например, ребенку 13 лет, или там одному 13, другому 12, или сколько, до 14 лет, тогда мы дополнительно предоставляем дополнительный отпуск на два дня. То есть если он, например, специалист, HR-специалист, будем говорить, HR-специалист, у него два ребенка, и два ребенка до 14 лет. Этому работнику мы даем 30 плюс 2. То есть 30 за то, что он специалист, а два за то, что он является, скажем так, у него есть преимущество, он является женщиной, имеющей двух детей до 14 лет. А если у меня три ребенка, ну и больше, да, будем так говорить, или же, например, у меня есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья. У нас, если у меня три более детей, или же ребенок с ограниченными возможностями здоровья, то есть, скажем так, инвалид, да, ребенок, тогда этому же работнику, этой же женщине, предоставляется пять календарных дней. Здесь у нас один вопрос. Независимо от стажа, дополнительно два дня? Да. Этот дополнительный отпуск у нас бывает за что? У нас бывает за стаж работы, у нас бывает за условия труда, и у нас бывает за количество детей. Это женщина, если женщина, имеющая детей. Это такая категория. Три к три. Если у каждого, например, здесь два, здесь там шесть, здесь пять, это все суммируется и прибавляется к основному трудовому отпуску. То есть, представь себе такой ситуации. Я работаю, я являюсь специалистом, у меня основной трудовой отпуск 30 дней. Помимо этого, у меня там 15 лет стажа. За то, что у меня там, за стаж у нас как идет? Пять, десять, пятнадцать лет. Два, четыре, шесть дней. То есть, за 15 лет мне дают шесть дней стажа. Это сколько получается? Тридцать шесть. Помимо этого, у меня там еще трое детей до 14 лет. За это плюс еще пять дней. Это сколько получается? Сорок один. И плюс я еще, как я не знаю, на каких-то условиях, вредных условиях труда или что-то там какое-то, да, там условия труда, за это мне еще предоставляется, например, минимум шесть дней. То есть, это все суммируется. И получается сколько? Давайте посчитаем. 41 плюс шесть, сколько делать? 47. То есть, у меня за год я могу на 47 дней отпуска, на 47 дней выйти в отпуск, в трудовой отпуск. Здесь, то есть, независимо от стажа, независимо от чего-то, мне даются вот мои дополнительные трудовые отпуска. Но это только женщина, имеющая детей до 14 лет. И плюс, например, 2021 год, ребенку исполнилось 14 лет, а я, например, выхожу в ноябре. Например, в марте ему 14 лет исполнилось, а я выхожу в отпуск в ноябре. Этот период будет длиться до конца календарного года. То есть, ему даже если исполнилось 14 лет, до конца года, если я возьму трудовой отпуск, то мне эти плюс два считаются. Но уже, например, год закончен, 2022 год, то я уже лишаюсь этого права, так как у нее остается один ребенок до 14 лет, то есть, это дополнительный отпуск я уже не получаю. А, например, лицам, которые младше 18 лет, к ним уже немного другая ситуация применяется. Здесь как? Здесь у нас все варьируется, точнее, все базируется на основном отпуске. Здесь у них, вот смотрите, в обычной ситуации у нас основные отпуска, это было что? Это 21 день или 30 дней. А если работа изначально в зависимости от физиологического состояния, в зависимости от физиологии, мы лицам, которым младше 18 лет, выдаем основной отпуск больше 30. В данном случае, если работнику от 15 до 16 лет, вы помните, ему сокращенное рабочее время на 24 часа в неделю применяли, дополнительно ему еще полагается 42 дня основного отпуска. А если ему, например, исполнилось с 16 до 18 лет, тогда мы ему уже 35 дней основного отпуска применяем. Или инвалиды, инвалиды тоже по идее относятся к категории там особых работников. Им, например, у них трудовой отпуск 42 дня, и им уже никаких дополнительных отпусков не даем. Вот у них 42 дня, да, то есть и без разницы, у него там 10 лет стажа, у него там, не знаю, трое детей, пятеро детей. Здесь нет уже. Если этот работник инвалид, или если он ветеран войны считается, или если ему там младше 18 лет, тогда у него конкретный трудовой отпуск. Дальше уже никаких дополнительных трудовых отпусков не дается. Вот это льгота. Даже, помните, сказали, что предоставление трудового отпуска, он должен 6 месяцев проработать, чтобы получить отпуск, использовать отпуск за первый рабочий год. Дальше уже окей, дальше по согласованию, то есть по взаимосогласию работника и работодателя. А вот работникам, которым младше 18 лет, им не надо ждать этих 6 месяцев. Он может просто обратиться к работодателю, чтобы я хочу выйти в отпуск, и работодатель должен быть ему дать возможность воспользоваться этим правом. И то же самое касается женщин, которые... Но здесь условия есть, да, то есть женщины до и после социального отпуска, то есть сразу или до социального отпуска, или после социального отпуска. То есть за первый рабочий год этот работник может, то есть не дожидаться 6 месяцев самой работы. Он может сразу попросить, например, проработал месяц, пришел, что окей, я хочу в отпуск. И здесь уже вы будете высчитывать, да, если хотите, полностью дадите, хотите там высчитывать, и сколько ему полагается, сколько за месяц полагается, и так выдавать ему трудовые отпуска. Вот так вот. А еще есть у нас трудовые эти графики, да, то есть выхода в трудовой отпуск. Здесь тоже лицам младше 18 лет, еще инвалидам, кстати, им тоже это касается. Это график, что такое? То есть в начале года или в конце года готовится график отпусков. То есть заранее работники подтверждают в течение года, когда они выйдут в отпуск. И в этом случае, когда вот мы составляем этот график, в первую очередь есть определенные, опять-таки, категории работников, их мнение бывает всегда на ступеньку выше. То есть мы сначала должны с ними подтвердить этот трудовой график, то есть с ними дни подтвердили, они подписались, согласились, все окей. И после этого уже к другим работникам. То есть если, например, мне 16 лет и какому-то работнику, там, не знаю, 25 лет, и он не относится к этой категории, я хочу 1 июля, и он хочет 1 июля выйти. Здесь мое мнение является выше, то есть по моему желанию. То есть благотоприятное для меня время должно быть, потому что я являюсь особой. Вот так вот, ребята. Это были основные моменты, которые касаются именно этих лиц, этих особой категории. Вот так, если какие-то еще вопросы есть, если есть еще какие-то нюансы, которые вас интересуют, здесь еще вопрос. Допустим, у меня трое детей, и мне плюс 5 дней. Ага, окей. А если потом одному ребенку уже исполнилось 15 лет, тогда плюс 2, правильно? Да. Если, например, 2021 год закончился, у вас, например, ребенок родился там в июле, да, правильно? Две рождения в июле, и 1 июля ему исполнилось 14 лет, даже не 15, а 14 лет. То в 2021 год закончился, то есть в 2021 году я могу еще, то есть воспользоваться этими 3 из 5 днями. А в 2022 год начался, тоже все, у меня уже уменьшается количество детей, которым меньше 14 лет. Их у меня уже остается двое. Естественно, за двоих мне полагается только два дополнительных отмечка. Вот так вот. В принципе, ребят, это было... Нет, за что, первое накануне. Это были основные моменты, которые мы хотели затронуть, именно касающиеся этих особых лиц. Здесь, знаете, как в процессе обучения, в процессе самого обучения затрагиваются все нюансы. То есть вы в конце только самого изучения, в конце этого курса, у нас мы это по курсу, да, это все судим, в конце курса вы только можете все это сопоставить, что вот есть такая категория, а вот есть такой работник, а ему применяется сокращенная рабочая жизнь, а можно еще неполная рабочая жизнь. То есть только в конце, изучив вот эти все моменты, вы уже становитесь полностью, да, полностью готовым кадром, который может работать со всеми. Кто-то у нас там руку поднял? Нет. Да, Сенан? Сенан, Агарик у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, я смотрю, все девочки, как всегда, в прошлый раз тоже такое было, я решил сказать пару слов в вашу поддержку, и как бы я вам скажу, что всем тем, которые участвуют здесь, во-первых, мне невыгодно с вами делиться информацией, просто я человек крайне тесный, и я не знаю, тут какие люди работают они или нет, они могут себе поставить мне конкуренцию, но я все же скажу. Вот, эти курсы, во-первых, вам будут очень полезны, и если есть, работаешь, им будет твой не полезно, потому что, например, у меня такой практики не было возможности, чтобы это все использовать на практике. Как бы я изучил это как теоретически, я до сих пор все помню. Кстати, там один нюанс был про расчет больницы на больнице, я его только сейчас вспомнил, потому что я спал на том уровне, я заснул после. Да, тут долгий урок был. Вот так вот, и я советую всем подписаться и участвовать в этих курсах, думаю, что вам будет полезно, и я, может быть, там на рынке какие-то другие курсы, может, круче и лучше, но я вам конкретно говорю, что, Наргиз Ханом, если вы там начнете курсы, даже если вы ленивые, как я, вы много чего там научитесь, и ваши деньги не пойдут где. Спасибо большое. Спасибо большое, Сейнан, огромное спасибо. Сейнан является участником нашего первого курса, то есть на русском языке был он. Хоть он и говорит, что там ленивый или что, но поверьте, он участвовал на всех уроках. Есть, правда, уроки, где требуют больше внимания, есть немного чуть-чуть темы, которые могут просто не заинтересовать, но хоть вот он и говорит, что он ленивый, но он достаточной информации, да, мне кажется, что он узнал, что, и он прошла даже ваша вот эта фраза о том, что не только работающий в этой сфере, а в принципе каждый человек это должен знать, каждый человек должен знать свои права, как работник, как работодатель, как HR-менеджер. Спасибо вам огромное, Сейнан. На самом деле, ваши вот сейчас слова очень приятные. Огромное спасибо. И на самом деле, спасибо. Есть еще вот момент, когда вы параллельно еще работаете, это есть возможность использовать это в практике. В будущем, кстати, вот, например, у нас есть видеорекординги каждого урока, видеорекординги урока каждого проходят, и эти рекординги у вас, в принципе, по жизни, да, остаются. В будущем есть, например, вот Сейнан сейчас, у него есть эти видеоуроки, он дайвок устроится на работу, и он, когда будет какая-то тема, во-первых, может просто обратиться ко мне, Сейнан, в любое время, вы знаете, как говорится, и дополнительно, помимо этого, у него еще будут видеорекординги, он может открыть в любой момент. В любой момент мы мешаем вас, но вы, спасибо, отделяете ваше время. Абсолютно, поверьте, вы мне не мешайте, у нас есть свои WhatsApp-группы, где мы вопросы, какие-то обсуждения проводим, курс закончил, но мы все равно активно, да, и то есть, если есть какие-то вопросы, здесь даже не только, да, у нас такая система, в принципе, в HR-оффе, что вы нашими учениками, не то что учениками, в будущем, возможно, мы будем вместе где-то коллегами работать, поэтому вы считаетесь уже нашими, понимаете, и поэтому если есть какие-то вопросы, мы можем чем-то помочь. Наша цель здесь какая? Поделиться своими знаниями, чтобы, то есть, какая-то польза, понимаете, что и момент того, что я могу кому-то пользу принести, момент того, что кто-то может что-то выучить, и в будущем наше общество может просто этим просто развиться, это очень большой плюс, это очень приятно бывает, и поэтому, если есть какие-то вопросы, даже если мы чего-то не знаем, поверьте, бывают такие моменты, какие-то очень нюансы, такие каверзные вопросы, мы их просто вот везде узнаем, расспрашиваем, у коллег узнаем, у инспекторов там, ММФ отошли и узнаем, то есть, мы везде все это раскрываем, ищем и находим ответ, потому что это в будущем и вам понадобится, и нам понадобится, поэтому не пожалеете, на самом деле не пожалеете, даже если вы не работаете, а те, кто работает, это вообще очень нужный момент, что можете в практике это все использовать, и опять-таки говорю, вот мы на русском объясняем все это, но есть еще моменты, когда мы вот эти термины, законодатель, документация, это все предоставляется на азербайджанском языке, чтобы просто было легче работать, поэтому да, не пожалейте, насчет стоимости, наши работники вам отправят эту информацию, Туркянхан, я точно эту деталь не могу сейчас оглашать, но вам наши работники обязательно эту информацию пошлют. То есть вот так вот, дорогие наши друзья, участники, мне было сегодня очень с вами приятно, не за что, Туркянхан, но мне было с вами очень... Кстати, Туркянхан, кажется, вы еще участвовали в нашем первом мастер-классе, насколько... Это мой второй мастер-класс, в этот раз у меня чуть-чуть меньше волнения, чем в первый раз было, но да, Туркянхан, я, кажется, помню, кажется, вы участвовали у нас на том мастер-классе, да. Вам спасибо, ребят, спасибо огромное. Если вот у нас наши работники указали вам номер, можете туда обратиться в случае чего. Да, я очень надеюсь, да, вот какой-то познавательный, я очень надеюсь, что хоть кто-то что-то новое узнал, кто-то что-то вспомнил, хоть какой-то плюс мы за этот час приобрели. Поэтому спасибо еще раз вам огромное за то, что вы меня, кажется, одну здесь не оставили, поддержали своим присутствием и плюс за эти вопросы. Огромное вам спасибо. Если будут какие-то дополнительные вопросы, естественно, вы можете, опять-таки, по этому номеру обратиться, и мы даже, если вот вы не запишите на курс, даже если какие-то будут нюансы, вопросы, что чем-то мы можем помочь, мы, в принципе, как компания HR-общем, мы стараемся помогать, да, потому что все мы в какой-то степени коллеги. Поэтому обращайтесь в случае чего. Спасибо, спасибо, Туркианхану, очень приятно, спасибо. До свидания вам, приятного вечера, и заранее, если спать, спокойной ночи. Спасибо. Спасибо.